МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выгода до 25 тысяч так сближает. Матис Энексия в автоцентре Уздео с выгодой до 25 тысяч рублей. Официальный дилер Уздео. Здравствуйте. Криминальные новости на телеканале Эфир. В студии Равиль Сайганов. 45-летняя женщина попала под колеса такси. Автомобиль ехал в аэропорт. Наезд произошел прямо на пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков. По предварительной версии, водитель Калины заметил пешехода в самый последний момент и не успел сбросить скорость. Трагедия произошла в светлое время суток. Лада Калина двигалась в сторону аэропорта. Несмотря на то, что нерегулируемый пешеходный переход здесь один, не заметить его невозможно. За несколько метров на дороге есть предупреждающие знаки. По предварительным данным, в нарушении пункта правил 10.1, правил дорожного движения Российской Федерации, не вырубил безопасную скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения. И в нарушении пункта 14.1, правил дорожного движения Российской Федерации, не пропустил пешехода, переходящий по нерегулируемому пешеходному переходу, тем самым совершил наезд со смертельным исходом. Виноводитель в этом случае неоспоримо. В свою защиту мужчина говорит, что не заметил пешехода, потому что, видимость, ему закрыл другой автомобиль. Я не видел вообще. И в последний момент тоже потормогал. Не исключено, что таксист торопился на встречу с очередным клиентом. Так это или нет, сейчас выясняют сотрудники ГАИНа. Вот то, что причиной наезда могла стать большая скорость, от Калины, вполне вероятно. У него скорость была слишком много в час. И как бы машина перегородила обзор, и тем самым совершил уже наезд. Вероятно, теперь водитель потеряет работу, а в дальнейшем его ждет суд. Впрочем, это, разумеется, несравнимо с горем людей, которые потеряли близкого человека. Перекресток улиц Чернышевского и Схаки оказался тесен для троллейбуса и пассажирской газели. От сильного удара газель опрокинулась на бок, и по инерции в таком положении преодолела еще несколько метров. Различные травмы получили три человека из микроавтобуса. Решить, кто же кого не пропустил, сами водители никак не могли. Каждый утверждал, что именно он ехал на зеленый свет. Так мужчина, управлявший газелью, говорил, что на красный выехал троллейбус. А водитель троллейбуса уверял, что все случилось из-за высокой скорости газели. У водителя газели есть очевидцы, готовые подтвердить, что троллейбус ехал на красный. Однако даже в этом случае разобраться в ситуации сразу не получится. Запись видеорегистратора, который был в троллейбусе, сотрудники депо тут же забрали, ссылаясь на то, что разберутся сами. У него был видеорегистратор, который изъяли автотранспортное предприятие, их изъяли и не отдают. Несмотря на серьезность аварии, пассажиры газели отделались лишь ушибами и порезами, а люди, сидевшие в троллейбусе, и вовсе легким испугом. А вот водители ждет разбор полетов в ГАИ. Небрежность жильцов стала причиной пожара в квартире дома на улице Меридианной. Густой дым, врывавшийся из окон восьмого этажа, заметили соседи. Люди тут же набрали телефон службы 01, а сами поспешили покинуть подъезд. Для тушения огня пожарным пришлось применять автолестницу, а придворовую территорию для большей безопасности оцепили полицейские. Попасть в эту однокомнатную квартиру даже для пожарных оказалось непростой задачей. Жилище было настолько захламлено мусором, что проникать туда пришлось через балкон. Почти сразу стало ясно, что огонь вспыхнул в комнате, и густой едкий дым заполнял помещение. Перепуганные соседи сразу выбежали на улицу. Выяснять, был ли в тот момент в квартире хозяин, никто не стал. Если бы не оперативность пожарных, мусор в квартире вполне мог разгореться еще сильнее. В такой ситуации огонь через балкон мог охватить и другие этажи. Очевидцы полагают, что в этом случае причина возгорания банальна, не потушенная сигарета. С учетом образа жизни хозяина такой исход вполне закономерен. Собирает хлам с улицы дома, складирует. Ожидали, что будет такое, не знали когда. Самое удивительное, что сам мужчина, по словам соседей, не пострадал, когда приехали пожарные, он просто убежал из квартиры. Жильцы подъезда надеются, что в отношении неспокойного соседа будут приняты соответствующие меры, и он понесет заслуженное наказание, а не отделается лишь штрафом и профилактической беседой. Стройка во дворе домов на улице Адаратского стала причиной повреждения сразу трех дорогостоящих иномарок. По предварительной версии, из специальной емкости, которую в тот момент поднимал кран, вылилась часть бетонного раствора. Смесь жидкого бетона и гравия попала на крыши автомобилей, припаркованных у забора. Забор высотой из дом здесь, разумеется, не нужен, а вот защитное ограждение просто необходимо. Видимо, делать его все же планировали, но почему-то не успели. Похоже, серьезных происшествий тут еще не случалось, а те, что случались, были незначительными. Здесь не первый раз уже летает всякое-то и пенопласты, и деревяшки, и машины уже страдали, и говорили об этом не раз, и участковые в курсе, и ничего не предпринимается, просто закрываются уголовные дела за неимением состава преступления. Преступления тут, конечно, нет. Скорее, банальная халатность фирмы-застройщика. По мнению людей, высотный дом строится в опасной близости от жилого двора. Парковать машины, да и просто гулять жильцам приходится, мерясь с происходящим. Видите, заградительных сеток нету, поэтому уже неоднократно все падает. Раствор сейчас упал. Ну, ладно, машина, это железо, да, дети же ходят, во дворе играют. Сами можете убедиться. Больше всего досталось новенькому «Мерседесу», хозяйка которого приехала в город из Ульяновска. Оставляя внедорожник под окнами, женщина не ожидала в третьей столице такого сюрприза. Сигнализация сработала, потом знали. Выше увидели, вон, мятина, стекло нету. Ремонт крыши «Ягуара» и «Сузуки» тоже не из дешевых удовольствий. Ни одна из машин не имеет полной страховки. И решить вопрос с представителем фирмы-застройщика, хозяева поврежденных машин теперь собираются в суде. После рекламы мы продолжим. Оставайтесь с нами. Необычная авария произошла на улице Портовой. Там у бензовоза отцепился прицеп. Цистерна с надписью «Огнеопасно». Самостоятельно проехала еще несколько метров, прежде чем остановиться. Местные жители испугались, что емкость заполнена бензином. Люди сразу позвонили инспекторам ГАИ и в редакцию нашей программы. «Смотрю, в таком состоянии я никогда такого кошмара не видела. Близко домов никто не знает, никто не дает уверенность, есть там жидкость или нет. Опасно, верно? А потом бензовозу чего делать здесь, вот, например». Шофер сразу поспешил успокоить местных жителей. Цистерна была пустой, поэтому никакой угрозы взрыва не было. А ЧП якобы произошло из-за плохих дорог. «Слепится вот на эту. Дорога плохая, вот, и сетела. «Получается, прицеп подпрыгнул просто?» «Да, подпрыгнул». «А скорость, может, большая была?» «Не, небольшая. Где там скорость большая?» Хотя водитель утверждает, что скорость у его машины была небольшой, тем не менее на очередной яме цистерна подпрыгнула и вылетела из крепления тягача. Оказалось, неуправляемая емкость всего в нескольких метрах от припаркованных машин. «Ничего никого не задел?» «Нет, ничего не задел. Если бы задели бы, я бы тут не стоял, наверное». Чтобы поднять и закрепить цистерну обратно, водитель грузовика вызвал автокран. 248-0202 – это телефон редакции программы «Перехват». А если вы сняли интересное видео, присылайте его нам на электронную почту. «Перехват». Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такое не случилось. А эфир продолжит тема в студии Сергей Шерстнев. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Он шел бить фашистов с именем Аллаха на устах. Полковник МВД в отставке, 86-летний имам мечети ХТР Харис Хазрат Салихжан. Сегодня гость темы. Познакомимся с ним прямо сейчас. Не переключайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.